Станете чемпионами, а? Будете прославлять Алтайский край? Да, конечно. Чемпионами мира, Олимпийских игр, да? Да. Подбадривал и вдохновлял. Во время визита на канал Владимир Шаманов не смог пройти мимо тех, кто больше всех нуждается в достойном спортивном объекте. С каждым познакомился лично. В Барнауле у нас гребля всегда была на достойном уровне. Я рад, что вы, молодые ребята, продолжаете традиции предыдущих поколений. Посмотрел подготовку канала, затем спортивный зал для спортсменов и музей. Там для него подготовили лучшие кадры с соревнований на Барнаульском канале. Развитие инфраструктуры не осталось незамеченным высоким гостем. Мы обсудили несколько моментов, где мы совместными усилиями обратимся к ряду руководителей федерального уровня для выделения дополнительных ресурсов и материальной базы. Я рад, что моя родина системно развивается. Это видно по облику города, по инфраструктуре. Этот объект – это визитная карточка Барнаула будет в ближайшее время. Уже в мае здесь пройдет Кубок мира по гребле. К масштабному событию готовятся основательно. Планируют закупку новых лодок, бронирование отелей и билетов для спортсменов. А также готовятся к онлайн-переговорам с мировым спортивным сообществом. Я уверен, что майские соревнования следующего года – это серьезный задел для будущего Алтайского края, для развития. Потому что весь мир сюда приедет. Это Евроспорт будет транслировать. Это будет куча зрителей. И, в общем-то, то, что касается вот этого вида спорта, то есть дорога здесь точно открыта для международных соревнований. Но я уверен, что и для других видов спорта это тоже будет неким локомотивом. Когда будут проходить соревнования, можно подходить к дистанции с другой стороны, не мешать спортсменам, которые идут в дистанцию. Также у нас строятся трибуны. Это будет намного лучше, потому что людей, которые приходят просто посмотреть большое количество, и они мешают спортсменам выносить там лодки, готовиться к соревнованиям. И лучше будет, если они будут сидеть на трибунах. А пока спортсмены готовятся к соревнованиям в октябре и с нетерпением ждут, когда место их будущих побед примет международных гостей. София Яценко, Николай Шилко, День с толком.